Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя обманут, всё продумываешь, что раз перестраховываешься, но в результате всё равно что-то идёт не так. FunPay поможет просто и безопасно продать или купить игровые предметы или услуги. Всем привет, с вами Штейн. Прошло буквально несколько дней после отгремевших анонсов занимакс на ближайший год, эхо всё ещё звонко разносится по комьюнити, а разработчики уже выкатили тест на ближайшее большое обновление 37. И будто бы желая реабилитироваться за прошлый год, в нём прямо со старта обещают много реальных приятностей. DLC с двумя стандартными подземельями и пролог Некрома, тут как всегда, ну а дальше как по нотам, ремонт блока и апт танковых агров, продолжение ребаланса лёгких атак, попытка воскресить вампира, улучшение интерфейса домов и много других интересных изменений. С нормальной локализацией и без нерфа тяжёлых атак. Шикарно, не правда ли? Ну да поехали разбираться по порядку. И перед тем как начать, как всегда не могу не упомянуть, что сервер тестовый и цифры к выходу на лайф могут поменяться. Обычно незначительно и основные механики скорее всего дойдут до основы в том же виде. Ну и кстати о выходе. Обновление 37 и связанное с ним данжевая DLC Песцы Судьбы выйдет 13 марта на ПК и 28 марта на консолях. Дополнение Песцы Судьбы традиционно добавит два групповых подземелья. Первое, Бал Суннар в восточном Стоунфолзе, отправит нас штурмовать башню Тёмных Эльфов для Ордена Псиджиков, где мы будем бороться с опасной временной аномалией. Второе, Зал Книжников, что на юге Рифта, отправит в таинственную библиотеку, зависшую между мирами, где мы будем спасать знанию с Орденом Песцов Моры. Оба подземелья построены по традиционной структуре, 3 босса, 3 хардмода. Полноценные гайды по их прохождению, как и всегда, появятся на канале с выходом DLC на основных серверах. В подземельях нам будет доступно 6 обычных и 2 монстр сета. И некоторые уже сейчас вызывают споры и ажиотаж, предрекая чуть ли не кончину народного реликвина. Так, сет Пыл Рещика Рун, каждым третьим тиком дот урона, будет наносить огненный урон сверху и гарантированно вешать поджог. Насколько больно это будет в цифрах, покажет тестовый сервер. Посмотрим, в каком виде комплект доберется до основы, но ДКшкам уже вполне дозволено возбуждаться заранее. Основные сеты выделяются чуть меньше, но есть из чего повыбирать хиллером, на них сделали хороший акцент. Ну и продолжая тему сетов и уходя от дополнения, патч 37 принесет 3 новых пвп комплекта в награды достойным. И вот они выглядят весьма подло и могут стать топом в ганкерской пвп движухе. Так, правосудие Алкоша замедляет и станет в огромном радиусе, Звездный Змей наносит урон цели, когда она исцеляется, а Крушитель Панцирей дает огромное количество пробития, которое увеличивается с каждой атакой по блокирующей цели, доходя аж до 17 тысяч при максимальном количестве стаков. Реально вскрыватель банок. Опять же, посмотрим, что будет с цифрами на лайве. Кроме новых шмоток, обновление принесет целую кучу мебели и большой новый дом-маяк. И это не мелочь, вроде милой башенки и снежного шара, а огромный, полноценный остров, который можно обойти по периметру, с горным массивом в центре и четырехэтажным маяком на вершине. Здание полнофункционально, с парой балкончиков, рабочим выходом на крышу к лампе маяка и по умолчанию очень мило обставленное. Романтика очень зажиточного смотрителя маяка соблюдена на 100%. Кроме самого маяка, из жилплощади на острове доступна небольшая пещера под ним, с несколькими выходами и причал на задней стороне острова. В общем, не остров, а мечта, если бы не стандартное количество слотов мебели в 700 единиц, которого явно не хватит, чтобы оформить такую большую площадь. При покупке с мебелью 250 слотов уже будут заняты. Хотя, повторюсь, сама башня внутри смотрится очень уютно и в таком виде доработок в принципе и не просит. Ну да, помечтали и хватит, поехали дальше. Еще из нового обновления стартует история Некрома, стандартным квестом-прологом, доступным всем бесплатно в шопе. Если интересно начать копаться в истории Хермаморы пораньше, возможность появится уже в середине марта. Теперь же перейдем к общим изменениям в игре и открывает их стандартизация таймеров ежедневок. Теперь таймеры наград за рандомы, ежедневные квесты, письма, приходящие на почту, конюшни, лимиты в продаже ворованного, просветление персонажей и вообще все в этом роде привязано к одному серверному таймеру и будет обновляться в одно и то же время. В 6 утра по Москве для европейского сервера и в час дня по Москве для американского. Еженедельные таймеры будут сбрасываться фиксировано в воскресенье в это же самое время. Ну и механика писем, приходящих раз в 12 часов, тоже будет учитываться. Они будут приходить по ежедневному таймеру только с удвоенным лутом. Такие вот дела. И дела весьма удобные, ибо теперь надо запомнить только одно время обновления, и все ваши активности будут откатываться именно в этот час. Далее разработчики продолжают улучшение домового интерфейса. Во вкладках размещения и удаления предметов появятся фильтры, позволяющие ставить предметы напрямую из инвентаря игрока, банка или сундуков, если в доме установлен банкир или соответствующие хранилища. И это просто шикарно. Также будет фильтр связанных друг с другом объектов и фильтр типа предмета для дома по их ограничениям численности. Во время боя с манекеном появится кнопка F5, которая вместо включения панели дома будет моментально сбрасывать манекен, с которым вы находитесь в бою, на его изначальное состояние. Это тоже очень удобно и очень давно пора. Далее в настройках дома будут отображаться все игроки, находящиеся внутри, где им можно будет настраивать права или кикать, а также в правом верхнем углу будет отображаться уведомление о каждом вошедшем в дом игроке. Сам трекер населения можно будет скрывать в настройках. И это тоже весьма и весьма удобно, особенно для нашего прыгательного движа, как будто разработчики подсматривают на стримах. Мне нравится. Ну и бонусом при покупке дома с мебелью, теперь можно будет заранее посмотреть полный ее список, входящий в комплект. В общем, все изменения тут крутые, так и новых механик в домах когда-нибудь дождемся. Ну и перед тем, как перейти к боевым изменениям, где скрывается самое интересное, в обновлении 37 появится возможность немножко добавить производительности, отключив прорисовку игровых объектов, закрытых другими объектами от просмотра игрока. Функция только выйдет в бету и пока будет активироваться изменением строчки в файле настроек игры User Settings. Ну а теперь к нашим баранам. И первый это очередная качеля в войне разработчиков с вивингом. С патча 37 урон всех легких атак будет увеличен на 50% для оружия и на 20% для ударов оборотней. Однако, вместе с таким существенным бафом легкие атаки получат жесткий кап скалирования и не будут получать никаких бонусов от силы оружия выше 3850 для оружия и 4813 для оборотней. Переводя с разработческого на русский, легкие атаки будут наносить больше урона в слабых сборках с недостаточной силой оружия и заклинаний, и при этом будут жестко ограничиваться по урону в сборках, где этой силы хоть жопой жуй. Ну, то есть новичку оборотню или начинающему виверу будет проще достигнуть стабильного среднего урона. Ну а те, кто вивит профессионально, должны остаться примерно при своем уроне, как и сейчас. Ну, возможно, небольшая просадка на 100-200 единиц базового урона в легких атаках. Изменения вполне логичные, но, как и всегда, требуют большого количества тестов, чтобы не получилось наоборот. Ибо курс по вивингу у разработчиков ровно тот же. Вивинг должен стать приятным, но небольшим бонусом в рамках 10-20% для профессиональных игроков, а его отсутствие не должно ограничивать новичков в выборе контента. Как это будет реально работать, увидим в ближайшие полтора месяца. Пока же пахнет небольшим укреплением позиций оборотней и упрощением жизни новичков, заинтересованных в обучении и прерывании анимаций. Следующий пункт патча намного более очевиден и приятен, и это хороший такой апп комфорта танкам. Прежде всего, в 37-м патче наконец-то, спустя полгода, окончательно починят блок. Уж не знаю, что за фундамент кода поломали у этой механики, но исправление дается ЗОСам особенно тяжело. Надеемся, проблему в этот раз решат окончательно. Ну а вкуснейшим медом сверху, на бутерброд страдающих танков, станет введение механики агро для притягивающих атак. Фактически, в мягком виде сейчас такая механика в игре присутствует, и притянутая цель на 5 секунд вешается на того, кто ее притянул. Однако, работает схема криво, и зачастую моб после притяжки бьет, кого ему заблагорассудится. Теперь же, притягивание моба одиночной притягивающей механикой будет полноценно агрить его на 15 секунд. Касаться это будет повторить всего, что тягает мобов по одному. Ну, то есть с любимого танками арбалета, цепочки ДК, манящий брони некроманта и монстр сета матери стаи. Механика самого агро немного специфична, ибо при каждом притягивании игра будет проверять, с агре на цель или нет, и если таунт уже висит на мобе, агр не обновится. Ну, то есть, к примеру, танк притягивает моба лучника, и этим таунтит его на 15 секунд. Однако, если за это время моб отбежит, и другой член группы захочет помочь танку и притянуть арбалетом убежавшего лучника, он может это сделать. Агр не обновится, и останется на танке до истечения изначальных 15 секунд. Если же ДД притянул моба до агро его танком, ну, вероятно, ему будет больно, ибо моб на 15 секунд повиснет на нем. Стоит быть аккуратным. Кроме добавления агро притягивающим навыкам, разработчики доработают и саму систему настакивания таунта. На данный момент в игре существует понятие овертаунт. Это когда два танка пытаются заагрить одного моба больше трех раз за короткий промежуток времени, отчего он получает иммунитет провокации и начинает ломать лица всем вокруг. Теперь же лимит агров до этого состояния повысится до 5, и словить овертаунт в триале станет намного сложнее. Даже с учетом провокаций притягивающих навыков. И это тоже прекрасно, ибо меньше случайных вайпов от случайных же агров. В общем же тема изменений для танков мега отличная, ибо притягивать и агрить каждого врага отдельно это тот еще геморрой и траты ресурсов. Жизнь консерв явно станет проще. Однако не настолько проще, чтобы в игре появился агр массовый. Закатываем губы обратно. Сеты вроде темного слияния, агонии или щита ватышранов, как и раньше, только притягивают мобов кучей, без таунта. Контролем, как и раньше, обездвиживанием. Ну и на этой ноте переходим к вампирам. Многострадальная туманная форма, бесившая игроков ПВП, а разработчиков ПВЕ и криво зарезанная уже больше года назад, наконец-то получила новую жизнь. Однако совсем не в том виде, что раньше. Теперь вместо переключаемой способности, поглощающей урон, туманный облик будет перемещать персонажа на 15 метров в выбранном направлении и давать иммунитет к трем снарядам на одну секунду. Эдакая волшебная палочка-убегалочка для спасения вампирской задницы. По аналогии с чародейским стриком, повышающая свою стоимость при повторном применении. Бесконечно телепортироваться не выйдет. В первом морфе после использования мы получим ускорение и уменьшение урона от массовых атак. Во втором же родим кровавое облако на 20 секунд, высасывающее здоровье из окружающих врагов. Ну, примерно как и было раньше, только подвижнее. Конечно, это все еще не та любимая имбовая тучка, поглощающая миллионы урона, но и явно теперь не бесполезный огрызок, что был в последних патчах. Вангую теперь вампиров будут брать еще чаще ради телепорта. А с оркой вампир сможет тпшиться сразу двумя разными навыками, если ему приспичит. На данный момент на тестовом сервере сам телепорт багованный, точку выбрать можно, но персонаж не перемещается. Однако это все же только первая итерация. Поправят, а итоговый вариант посмотрим уже на лайве. Ну и, вероятно, будет повод наконец-то обновить повседневную сборку вампира. Оборотней, кстати, чтобы, видать, не было завидно, тоже немного апнули по навыкам. Синергия Воя Отчаяния теперь дает баф усиления на хэви-атаке не на 5, а на 10 секунд, да еще и с усилением крита на 10% сверху. К тому же, эту синергию теперь можно будет прожать не только союзнику, но и самостоятельно, что делает морф весьма и весьма привлекательным для использования. И, возможно, даже снова заставляет присмотреться к оборотням хэви-атакерам. Играть ими все так же дико неудобно, но как минимум еще разок погонять псин на тестах тяжелых атак теперь однозначно стоит. Далее в патч-новоте можно найти изменения зачарований трейдов. Зачарования украшений на урон оружием или заклинаниями теперь дают оба этих стата. А отличаться друг от друга будут второстепенным бонусом на 10 единичек регенерации ресурса. Выглядит максимально бесполезно, но да, теперь можно получить бонусный полтинничек регена нужного ресурса за полностью собранную бежу. В трейдах изменения тоже есть. Так, трейд кровожадность все той же бежи получил ап нижней характеристики. И теперь в зависимости от здоровья цели увеличивает урон не от 90 до 350, а от 210 до 350, что вероятно делает трейд насыщенность бесполезным, ибо основным ее плюсом был стабильный урон по любым целям, чего теперь можно добиться и на кровожадности. Весьма спорное изменение и укрепление и так топовой особенности. Далее переделан трейд бижутерии гармонии, использовавшейся для буста урона синергии на пвп. Этого буста теперь нет, а есть регент тысячи каждого ресурса. Ну что, понагибали и хватит, наслаждаемся и машем. Ну и раз уж мы заговорили о нерфах синергии, рывком перепрыгнем в изменения классов, а конкретно к некроманту, которым мы порезали урон синергии кладбища на 47%. Полагаю, в сочетании с переделкой гармонии, это последний гвоздь в гроб для билдов, играющих в пвп, через ваншоты этой синергии. Ну, в принципе, довольно предсказуемо. Взамен синергии некро увеличили реген ресурсов пассивкой за убитых вокруг врагов более чем в три раза. Пойдет. Поехали дальше по классам. Рыцарю Дракона в огненной хватке поменяли усиление на Мажор Берсерк. Приятно. Чародею серьезно увеличили качество основного щита, который и должен быть фишкой класса. Тоже правильно, ибо иметь свой классовый щит, а использовать навык из неустрашимых, потому что у него лучшие бонусы, было кощунством. У Темплара тоже убрали лишнее усиление из навыка и подкорректировали тайминги. Ну а Вардену переделали кристальный щит. Теперь им не получится спамить на пвп, ибо попадание по нему больше не регенят ману, а дают очки ульты. Ну и саму стоимость повысили. В посохе разрушения опять переделали дорожку. Ледяная при попадании по обмороженному противнику теперь не станет его, а замедляет и вешает малый прорыв, снижая резисты. В принципе, логично и танкам намного полезнее контролировать проще другими навыками. Но и в двуручки апперкоту добавили во втором морфе великую ярость. Ломать лица будет немного приятнее. Ну и с навыками на этом все. Последним бонусом патчноута стало неожиданное открытие разработчиков серии ошибок в таблицах дропа мифических зацепок. Ну вот будто в первый раз. Оказывается, некоторые из них были сломаны и падали намного реже, чем надо. Или не падали вообще. В общем, обещали все поправить, ну а полный список затронутых зацепок вы видите на своем экране. И он не маленький. Ну и, конечно, в патчноуте есть еще прорва мелких и не очень изменений. Если интересно почитать лично или более пристально посмотреть на свой класс, ссылку на патч оставлю в описании. Попробовать вживую все уже можно на тестовом сервере. На данный момент там персонажи американского кластера, наши европейские, подгрузятся через пару недель. Что же в общем по патчу, все смотрится на удивление приятно. Продолжение работы над вивингом и отсутствие нерфа хэви-атак позволяет даже рассчитывать на то, что у разработчиков в кои-то веки все идет по плану. Вправки интерфейса в тему, вампиры и оборотни немножко привстали, Ну а изменения в агре и увеличение комфорта игры танками позволяют даже помечтать и о будущей переработке массовых стягивалок. Вдруг доберутся наконец-то и ими станет удобно пользоваться. Ну да, пока только в мечтах. И на этой ванильной ноте у меня на сегодня все. Пишите, что думаете о новых сетах, о переделке легких атак и танковых агров, как вам домик-маяк и сколько слотов в доме для счастья надо вам. Ну а продолжает не спать на стражу патчей ништяков для вас, как всегда, Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео. И, конечно, не болейте, не скучайте. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok